Основная задача любого собеседования, ну понятно, с точки зрения соискателя, понять, что ты, подходит ли тебе компания или не подходит, есть там какие-то перспективы или нет перспектив, и понятно, что нужно заинтересовать ту сторону, то есть независимо от того, ты понимаешь, подходит или не подходит компания, тебе полезно попрактиковаться и попытаться ее заинтересовать максимально, ну просто, чтобы вот этот скилл презентации себя как-то раскрыть. И важно еще, ну вот это две штуки, да, и третья штука, которую обычно соискатель забывает, это нужно проверить, что тебя не нанимают по ошибке, потому что с одной стороны ты пытаешься себя показать чуть лучше, чем ты есть, потому что тебе хочется себя проверить максимально хорошо, с другой стороны тебе важно убедиться, что на вакансию там бэк-энди они нанимают девопса или там на вакансию фронт-энди не нанимают там бэк-энди. А, то есть ты даже не про great имеешь в виду, а прям конкретно, что может быть условно какой-то код в мешке описано по одному, а обязанности другие. Да, да, и даже, ну не обязанности, а, например, ожидания по тексту, то есть, например, кубер-навод, а тебя хотят посадить на инфраструктуру без кубера. Или, например, ты, у тебя нет никакого экспириенса по куберу, а тебя, а от кандидата ждать, что типа у него там 5 лет. Или, например, ты, люди на самом деле ищут чувака с экспириенса в мониторинге, а ты, например, не хочешь этим заниматься. То есть нужно обязательно убедиться, что человек, ну, интервьюер, он не ошибается в выборе. Вот, это, ну, со стороны кандидата вот эти три вещи, да, то есть обязательно заинтересовать, обязательно проверять, что человек не ошибается, обязательно убедиться, что компания и люди, с которыми ты работаешь, ну, плюс-минус тебе подходят. А чем, чем чревато получается, если я, ну, по факту взял и прошел собеседование, несмотря на то, что мне не хватает, у меня большие пробелы в каких технологиях, я это не учел, как бы, ну, и все равно, зато меня взяли, типа, чем чреват момент, что все-таки стоит, есть смысл следить за этим, за тем, чтобы твой стек соответствовал? Тут история такая, что это нормально, что ты там завышаешь какие-то свои скиллы, или ты что-то не знаешь, когда проходишь... Ну, на какую-то собеседование, на какую-то позицию, то есть это нормально, что есть неполное соответствие по стеку между соискателем и тем, что нужно. Но с точки зрения, там, перспективы и своего будущего, очень важно понимать, вот те скиллы и те технологии, которые требуются, они тебе полезны или не полезны? То есть они тебе нужны или не нужны? Условно, если ты хочешь развиваться в клауде, а, например, инфраструктура полностью, он прямая, с барометалом, те железные дата-центры, то ты как бы очень, ну, дофига всего поймешь в этом, но твои клаудные скиллы деградируют, то есть ты там можешь по своей карьерной траектории не туда уйти. Или, например, если ты хочешь там большие объемы, или там большие процессы, или там большие там микросервисные архитектуры, а сам идешь в стартап на 5 человек, то ты как бы тоже свои навыки систем дизайна, навыки выстраивания процессов, навыки, ну, работать с такого рода инфраструктурами, ну, существенно они деградируют. Поэтому нужно смотреть на то, что людям нужно. Если типа в стартапе нужно умение быстро делать MVP, быстро делать инфраструктуру, которая не скалируется, а которая работает прямо сейчас, то ты там с 10-летним опытом в больших проектах будешь иметь сложность, то есть тебе будет неинтересно, тебя будет, ты будешь видеть там, какие там пробелы будут в будущем, какие проблемы там, ну, то есть ты понимаешь, что качество типа не соответствует твоему уровню, поэтому, ну, тебя это будет демотивировать, ты там уволишься достаточно быстро. Ну, и обратная ситуация, да, там, например, если ты условно там предпочитаешь пользоваться на Мэнтиблом, там, Тераформом и Питоном, а ты приходишь в компанию, в которую привыкли писать, не знаю, достаточно взрослые, которые почему-то пользуются Паппитом вашим или там Перлом, тем более, и она не заметила этого, она подумает, типа, этот чувак научится, если он вот в этих всех штуках разобрался, то он типа, ну, в нашем там Перле и Паппите тоже разберется. Ты разберешься, ну, безусловно, но полезно ли это для тебя, захочется ли тебе это делать и так далее. То есть вот этот вот мисс-матч между тем, что компания ожидает и тем, что ты предлагаешь, его, короче, очень важно проверить, потому что ты можешь просто, ну, демотивироваться, можешь, ну, там, во время срока свалить, и у тебя в резюме появится строчка, типа, чувак, я поработал пять месяцев на одном месте, там, или там два месяца на одном месте. Это обычно всегда спрашивают, ну, потому что это повышает существенно для нанимающей стороны риск, что ты на этом месте тоже отработаешь, там, ну, немного. И это для компании, ну, не очень выгодно. Поэтому лучше всего это скрыть в своем резюме или как-то замаскировать. Но, кстати, вот, ну, ты просто, как бы, акцент делал на таких опытных спецов, там, про 10 лет опыта, про эти вещи. Но если мы еще скажем про таких вообще начинающих-заходящих, то тут может сыграть классический фактор синдрома самозванца, что на меня взвалили там большую ответственность, а я знаю из этого меньше намного, чем на самом деле. Или, ну, вот, другой момент. Вот у меня вот такое в опыте было. Если, каким образом, когда ты только начинаешь, еще точно не знаешь, как отследить те ли технологии или не те, вот хочется уже выйти на работу, на новое место и вот не прогадать, чтобы попасть именно туда, куда вот ты будешь прокачиваться, и там, где ты будешь еще приносить пользу, безусловно. Какие есть критерии? Как ты можешь на это нащупать, понять? Или это, условно, только опытным путем происходит? Ну, во-первых, надо стоять на стек. То есть стек должен быть современным и должен быть адекватным. То есть как понять, что стек там, ну, современный, адекватный? Надо просто посмотреть, ну, например, записи последних там конференций. Даже не записи, а просто посмотреть на то, какие технологии люди обсуждают, то есть что заявлено. Надо посмотреть, что люди обсуждают или какие технологии указаны в большинстве вакансий. То есть если, например, там везде указан NC, Балтераформ, Питон, а ты видишь вакансии там, Баш Папет, Клод Формейшн, то, ну, какой-то мисс матч по стеку. То есть, может быть, это, ну, стоит с осторожностью в эту тему покопаться, узнать, почему, типа, еще используют там Клод Формейшн, потому что вполне возможно, что это, ну, такой суровый в Легасе, который тебе не поможет. И вторая вещь, когда, типа, ты, ну, вклиниваешься в новую профессию, тебе важно понять, что та принимающая сторона, она готова как-то это учитывать. Потому что если на той стороне нужен готовый чувак, который прямо, ну, вот он пришел и сразу же, там, первый день, там, сделал плуэквест, там, за рефактор половину инфраструктуры, то, ну, во-первых, это из-за дела фантастика, и это, ну, влажные мечты нанимателя, вот. А во-вторых, ну, как бы на тебя будет ненужное давление, которое, ну, тебе никак не поможет. Поэтому нужно смотреть на то, чтобы вот этот нанимающий менеджер, то есть тот именно человек, с которым ты будешь работать, а в идеале, если еще, ну, есть какое-то собеседование с командой, то есть, что вот эта команда, она примерно понимает твой уровень, что, ну, как бы у тебя есть какие-то вещи, точки роста, что у тебя есть какие-то лакуны в опыте или что-то такое, которое, типа, ты будешь закрывать своим энтузиазмом и своим желанием развиваться. И что они к этому нормально относятся? Что они там, когда ты задаешь, например, когда тебе задают вопрос какой-то технический, а ты на него теряешься и не можешь ответить, очень интересно посмотреть на реакцию, ну, человека. Потому что если там начинаются какие-нибудь закатывания глаз, или если там начинаются какие-нибудь вздохи, или там, тем более, интервенция о том, типа, что не знаешь, такую хрень, то это, конечно, ну, если не красный знак, то это вот прямо очень надо задуматься над тем, что будет, когда в реальной работе это произойдет. А оно, скорее всего, будет происходить постоянно. Ты постоянно будешь что-то не знать, ты постоянно будешь что-то спрашивать, и, ну, хочется ли тебе вот это вот, ну, увидеть. Ну, скорее всего, во-первых, не хочется, во-вторых, тебе это не очень поможет. То есть оно сильно затруднит твое продвижение. Поэтому имеет смысл посмотреть именно в софтовой части, разделяете технику, софтовая часть, что софтовой части имеет смысл посмотреть обязательно на менеджера, и если есть возможность на команду, чтобы посмотреть, как они реагируют на какие-то пробелы в технике. То есть они, ну, типа, ну, не знаешь, не знаешь, узнаешь. Я тоже ничего не знал. Или там они начинают тебя за это как-то немножко подпушивать. Вот, потому что обычно вот если возвращаться к теме типа интервью, если у интервьюера, у соискателя, точнее, задача показать себя с наилучшей стороны, чтобы понравиться компании, то у интервьюера у него задача такая, чтобы ты понравила, компания понравилась соискателю, чтобы он захотел работать в этой компании. И даже если, типа, мы его не возьмем, потому что, ну, какой-то мисс-матч произошел, может быть, у него есть другая, или, может быть, у него есть там какие-то, какой-то комьюнити, в котором он скажет, типа, вот я не проходил, не прошел там вот в этот супер-корпорейшн, но там прикольные типы. Давайте, пацаны, забегайте. На самом деле, да, на это очень сильная надежда. И интервьюер, он старается показать себя и компанию с лучшей стороны. И если он на этом этапе, короче, начинает вот это вот, о, блин, опять пришли вот эти люди, это как бы, ну, не очень хорошо. Нет, тут, кстати, вот классно подметил момент, что вот многие боятся, допустим, ну, часто побывают компании, они не дают по итогу фидбэк, и, ну, имеется в виду, по крайней мере, развернутый какой-то по каждому из того, что ты ответил. Тут ты ошибся, или из-за чего тебя вообще, в принципе, сбросили, скажут в основном, ну, вот в каких-то технологиях хромаешь, тут, к сожалению, не подходишь. Чаще всего такой ответ. И обычно складывается впечатление, что именно на вопросах, где ты тупил, не знал, что сказать, и в этом возникает проблема. Но так или иначе, на любом собеседовании будет возникать проблема, когда ты будешь тупить, что-то не знать, но именно в этих моментах раскрывается твое умение сталкиваться с задачами, с которыми ты ранее не сталкивался, посмотреть на твой образ мысли. То есть это, наоборот, как раз такой, это, можно сказать, некий плюс, получить такой вопрос, чтобы продемонстрировать свой... Особенно если круто, если ты этой логикой вырулишь в нужном направлении. Не знаешь, что за технология, как работает, но в общем и целом база есть. И подошел так, что интервьюер понял, что ты, в принципе, ну, правильно ответил на вопрос, хоть и своими словами, и даже никогда не трогай там какой-нибудь, не знаю, там, что-нибудь, вансибритом ли где-то еще. Да, это очень ценится, на самом деле. То есть если, во-первых, ну, то есть на тему того, что ты что-то не знаешь, независимо от того, сколько лет у тебя опыта, это, наверное, особенно, не знаю, особенно если это девушкс-профессии, я не могу сказать там за всю нашу, за все другие, в общем, профессии айтишные, но в девушкс-профессии ты каждый день сталкиваешься с тем, что ты что-то не знаешь. Вот прямо каждый день. Вот это, типа, неизбежная фигня. И на собеседовании, ну, если ты немножко покопался, даже если джуниор немножко покопался в какой-то одной технологии, он обязательно найдет что-то, что он спросит сеньора, и тот не знает. Это, типа, вот, гадалки не ходи, потому что он просто туда влил за последние месяцы 20 часов, а сеньора за последний год час влил. Вот поэтому точно найдется вопрос, который джуниор задаст сеньора, а тот не знает. Это нормально. Вот. И то же самое на собеседовании. Обязательно произойдет что-то такое, что интервьюер знает в силу своего опыта или того, что он темой недавно занимался, а соискатель не знает это нормально и тут опять же тонкая история когда-то типа но не знаешь ответа у тебя есть две стратегии то есть первая стратегия а внутри получается эти статус какие дюжною и все типа давайте дальше ну тебя сразу же типа на тебя смотрит на нанимающий менеджер снимаешь немножко блин если типа он так и в работе что ли будет это плохо вот еще но это типа не рабочие таки сказать я не знаю типа другие 2 статеги типа сделать вид что ты знаешь и начать как-то выруливать что-то делать какие-то логические рассуждения вот тебе с вероятностью 30 процентов повезет потому что у тебя есть опыт из возможно наша решение но 70 процентах случаев тебя замаркируют типа чувак не умеет признавать свои ошибки он или чувак не умеет признавать свои какие-то не видит свои точки роста когда он отвечает но когда он не знает он предпочитает придумать на ходу вот это тоже не очень хорошо потому что ну вот это вот это означает что когда в работе произойдет у него ошибка ошибку всех произойдет улевской роль и это плохо это плохо для работы то есть это задается понять задается вопрос который человек не знает вместо того чтобы сказать но я там с этим не работала это не знаю но могу попробовать сейчас порассуждать как бы как я это понимаю это одно а другой момент это когда он говорит я знаю конечно шарю сейчас я расскажу и начинает городить херню то есть эти два таких именно именно то что сказал типа то третья часть когда ты делаешь дисками типа ребята я это не знаю я могу порассуждать если это надо то есть ты такой но демонстрирую сотрудничество в том что типа вот 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 этот процесс измерения человека вот и вне я в нему часто я готов типа рассуждать обычно это ценится очень сильно то есть если человек хочет порассуждать это хорошо потому что но если он особенно дельный человек обычно или часто интервью может ему захотеть помочь кажется кажется это то что надо давай-ка я тебе задам уточняющий вопрос ну давай давай я хочу поставить своем чек-листе плюсик давай я тебе еще немножко помогу вот поэтому если но чек честно говорит я не знаю но сейчас давай немножко этот я могу гуглинуть даже возможности гуглинуть это тоже нормальный вопрос на мой вкус это нормальный вопрос типа могу ли я быстренько это заполнительно штуковину что ждет человека на грейде условно джонер миддл и сеньор вот одинаковые шаги какие этапы и принципы вот собеседования проводящихся что у них общего и что на каждом грейде отличается что технологии собеседования она примерно одинаковая то есть вот ну или в принципе воронка там как стать проверкой дата например на одинаковые обычно есть там быстрый контакт встречаю быстрый скейнинг для того чтобы быстренько понять вообще человек он ну потенциально похож или не похож какие-то блиц вопросы которые можно ответить сразу произошел и поняли что он подходит не подходит независимо от уровня обычно так делают после этого назначается техсобес да то есть но мы в основном про техсобес сейчас говорим и на этом техсобесе опять же независимо от грейда от независимо от уровня его начинают с чего-то вообще может быть даже не связанного с техникой просто чтобы немножко поговорить и все ослабились потому что если например интервью начинающий или сельничок он может нервничать соискатель очень нервничает если он начинающий да вообще капец нервничает он может забывать слова или это может забыть вообще то что он знал потому что типа сейчас меня ценят сейчас мне скажут плохо или там обо мне скажет плохо подумаешь что я лох там и так далее ну то есть это это понятно вот и интервью обычно это понимает если он чуть более опытный он старается немножко соискателя успокоить что типа создать какую-то атмосферу более-менее дружелюбно чтобы понять то есть задача интервью понять сможет ли человек выполнять работу это все чем делает сможет ли человек найти работу или не сможет если человек стрессе и он вот так вот нервничает это означает что ты не можешь эту оценку выполнить ну то есть человек находится в не обочем состоянии сейчас ты не можешь его оценить вот поэтому обычно интервью пытаются как-то немножко сделать какой-то контакт то есть там поговорить о погоде где ты живешь там задать простой вопрос а какой-то который человек комфортно ответить то есть обычно но заискатель приходит с готовым набором заготовленных ответов и а скорее всего его спрашивает например он готовился искать о своем предыдущем опыте он не так чтобы интересен этот ответ но по нему прикольно спросить и человек ослаблять о попали заготовочку погнали вот и он сначала немножко нервничает он немножко успокаивается и более-менее там видит твой тесно понимать что там на той стороне не динозавра начинаю с тобой нормально разговаривать вот все вот этот контакт установили можно начинать спрашивать что-то по технологии ну давай конкретно по технологии он как раз таки перейдем что в принципе во всех грейдах необходимо именно в технологии обычно спрашивают в каком ключе там что может какие-то твои особенности что ты можешь подчеркнуть что ты используешь в собесе именно по сами технологии обычно сначала спрашивают опять что-то простое то есть если когда ты выходишь на собеседование тебе как интервью нужно проверить соответствие каким-то технологиям которые нужны в конкретной компании то есть если например в компании там требуется кубер да ты обязательно спрашиваешь там про кубер поток он деплоится по всякие гитопсы типа там ага сиди там что-нибудь подобное там спрашиваешь чем хелм кустамайз отличается ну вот такие вещи ты спрашиваешь просто чтобы немножко понять насколько человек готов к этому если например это не кубер компания да то есть там у них там что-то другое например это клауда AWS ты начинаешь спрашивать что-то по наиболее популярным сервисом в AWS то есть это там понятно есть и ту это понятно там vpc ты можешь поспрашивать про ламда ты можешь поспрашивать про адрес про эти штуки ты обязательно поспрашиваешь про оркестрацию про формы про кладформейшны что человек ну там любит пользоваться не любит пользоваться так далее вот и вот этот вот вопрос или точнее вот этот уровень сложности разговора он должен постепенно нарастать соответственно 1 очень полина чтобы это было наиболее просто какой-нибудь линукс то есть если например компания хочет проверить навыки полинуса и она всегда это хочет проверить что-то обязательно проверять ты начинаешь спрашивать самого простого то есть я перед короче нашей встречи посмотрел сколько собеседования сделал за мат я сделал их 17 штук это типа было от метла до леда вот этих людей и которые точнее те кто типа претендовал на нагреть от метла до леда вот и когда мы начинаем искать и линуксе я задаю первый вопрос очень тупой вот типа вот мы заходим по ssh давай зайдем вместе паре ссср посмотрите сколько места на сервер осталось вот это одна типа если ты подозреваешь чистый человек там джунира там или миду ты успошу сколько места на сервер осталось потому что она предполагается что если ты из линукса много тишь тебя это очень интересует но сколько там вместо осталось то для базы там для логов там для контента какого-нибудь вот треть людей не может сделать ходу я настолько шокирован этому вот и типа ты сразу же человек агредирующ поэтому по одному по этому вопросу ты дальше понимаешь он джун или или вообще типа но забежал так просто каким-то образом скейнер пошел вообще непонятно вот то есть ты как бы по одному вот такому вопросу по самому популярному то что человек вы если не каждый день то через день ты можешь тут же глядеть он же на линии джун типа погулять зашел или типа он что-то делает если он на него отвечает класс хорошо получается не за этом отдел оторвался ты там задаешь еще какой вопрос который тебе из из вот дейли рутин что называется то что человек каждый день делает и смотрит что типа он ну то есть он это дело дело обычно быстро понятно вводил ли он команду там за последнюю неделю там если ты там работаешь с линуксом ты точно там смотришь сколько места ты смотришь как загруженная система ты можешь уметь пользоваться логами ты можешь устанавливать пакеты удалять пакеты там какие-то файлы редактировать пользоваться ну там буквально эти команды на двадцать тридцать немного их которыми типа чек пользуется в линуксе да их немного не никто не ждет что ты там сходу там с помощью авк напишетку не скрипт или там с помощью gq там что-то разберешь какой-то сложный джейсон или там что-то такое ну вот но типа так ты быстренько понимаешь он джун или не джун вот окей ты понял типа он там например джун ты пытаешься дальше гардировать типа он там может быть он там на медла тянет да ты пытаешь но то есть для этого неплохо поговорить автоматизация то есть вот вот типа ты понял что человек руками может это делать руки у него но могут быть надо прийти куть автоматизации либо это какие скриптовые языки либо это конечно инфраструктура как кода то есть и соответственно просто спрашивать чека ты вот с чем работа с большим вашим или с бетоном инфостах часы код работал вот если он попадает в твой стек ты прямо можешь это очень хорошо если например говорит я там занимался бетоном отличаешь питоне ты можешь поспрашивать оба бетон это очень хорошо потому что человек но у тебя возникает некий но договор то есть я знаю питон ты говоришь окей хорошо я тебя поспрашивать а потому что ты знаешь это типа и максимально честно если если интервью не знает питон узнает там важно там год а ты знаешь случайно вашего и иной соискатель такой типа ну что-то делал вот это сразу же ну то есть ты такой видишь что человек но как бы это его не основной стек но он готов с тобой поговорить а вот мы ну ты не знаю боится опыта можешь ли ты сказать есть ли хотя но по крайней мере на уровне медла там лида синьор люди у которых нету навыков баш скриптинге будучи девопсами там сис админами мне кажется это вообще невозможно мне кажется просто как вот это просто должно быть must have потому что это самый прямой язык общения с линуксом слушай ты знаешь люди всегда от есть а то есть типа ты знаешь там башка что знает а ты знаешь питон конечно вот и потом когда вопрос возникнут то есть да ты пытаешься то есть ты с ним достиг формальной договоренности что ты бы об этом разговаривать потом же будет уточняющие вопросы типа хорошо вот у нас есть там баш а как бы ты в баше например там выделил под строку или как бы ты в баше сделал какой-нибудь цикл или там какое-то ветвление по условиям сделал вот и это вопрос уже можете достать из головы большинство людей не могут но абстрактно можно сказать да то есть можно то есть если ты уже гардирую гардирую что там человека на медлата ты например если на табач там ты можешь стать а как дела с массивами обстоят человек такой может стать все ништяк такой ну понятно он поградировали типа но знают что проблема с типами данных вашего чнёста стоит он такой это такой ну ладно хорошо вот уже это ну то есть немножко поградировали вот если он начинает тебе говорить что а почему мы вообще гриба ваши если там ну и есть там достаточно известная рекомендация что строки там длиной но если башен длиной там несколько десятка строк будет неплохо было бы переписать на нормальный язык то он типа тут то есть тут как к этому отнесется интервью и даст адастом может сказать что ты меня учишь да с другой стороны это ну хорошая заявка потому что типа этот ну правда это хорошая заявка уже на то что но его достаточно неплохой он может обсуждать с тобой решение вот ты начинаешь что там дальше гигиевы да то есть ну то есть уже что-то может быть там сильного уровня если человек например пришел на 7 или если ты в процессе диалога понимаешь что он сенью ты уже но типа не спрашиваешь вот там как с места на сервере смотреть то типа но он тебя обижать человека да ну да я тоже хотел момента почти думаю типа ты все грейны спрашиваешь про это место да джиниров спрашиваю вот и если типа осенью да ты пытаешься с ним уже обсудить а как что-то сделать как что-то споректировать вот предположим у тебя есть какая-то проблема как бы ты ее решал проблема там но там есть есть какая-то там система как бы ты ее создал как бы ты вот это делал то есть ты уже начинаешь не на этапе но дни не на вот уровне каких-то автоматизации простых или тем более таких мануальных вещей которые в концу левая что типа они есть ну by default ты пытаешься на этапе проблем солдинга подчетом поговорить как бы ты вот это дело как бы ты вот это дело предположим а возникла такая ситуация как бы ты вот это делал и так далее и смотришь на то как человек демонстрирует свой свое мышление и если это синьор ну то что он продает максимально в особенный подряд это свой опыт свой опыт вот типа там как нам застрелить там пост грейс койл в 10 раз он такой ну надо типа памяти 10 раз увеличить или там процессор помощнее поставить он не прав ты знаешь я бы сказал что это это не градирует его как джуна автоматически потому что с точки зрения ну если например это быстрое решение и если там какая-то там ну если там и дабы из граммитом как микро машина заскалировать ее там там 4x watch одной кнопкой за пять секунд от отличное решение великолепная типа ты там сделал это за 10 минут но если машина уже там 8x watch а ты не можешь ее заэскалировать там в 28 кстати нет таких машин вот и типа но если все эти полотнести то такой маленький и мы можемisseсти хочу заскалировали не можем за скалер вот как упор я plaisir в количество язря которые доступно в машинах еще что то что дальше caso типа он там что-то еще может сказать вот вот как бы вот ну вот-вот вот пример этого осуждения которое я появил да то есть мы не отбрасываем супер простое накидывание железа типа потому считаем что это плохое решение не вполне говорит что она может сработать но типа можешь не сработать если не срабатывает мы там делаем это всякие transforming мы делаем шардирование мы там что-то еще делаем делаем там оптимизации схем потому что ну типа следующий вопрос зачем можно 10 раз больше может быть надо там просто схема как не оптимально может быть индекс там нужно делать создать может быть что-то еще и так далее то есть но вот такого рода рассуждения если ты видишь у человека ты видишь что у него есть какой-то опыт вот типа он дает все типа вот он похоже сидя он похож на сеньора вот обычно если типа это одно вот как вот такого обсуждения происходит это переходишь то лишь технология да то есть там поговорить об одну проблему там по другую проблему тут очень важная история когда опять же но это ошибка часто начинающих интервьюеров это тоже смотреть потому что типа что происходит интервью и может попасть в некий раш и попытаться вот прямо выяснить кто тут короче лучше всего знает вот и это неплохо и по соревнования начинается да да соревнования начинается типа сейчас мы все-таки найдем там но четко пчет не знает точно найдешь то есть любозговор точно найдешь без проблем вот но если человек интервью впадает в этот вот такой раш и особенно если твой нанимающий менеджер и что-то с тобой будет работать это для соискателя большой вопрос чтобы подумать хочу ли с таким чуваком работать он потом будет мне также понижать но он может не прочитать это он ну допустим соискатель может подумать что интервьюер пытается найти вот потолок глубины знания там по какой-то технологии и не поймёте того что на самом деле интервьюер пытался его вот почувствовать собственной значимости даже сам интервьюер может не понять что он это хочет почувствовать тоже тонкий такой момент получается да и может быть еще ну то есть вот я тоже по этому предупреждаю как-то не сказал что типа может это соревнования начаться но еще и проблема в том что когда ты собеседуешься к тебя собеседует и ты можешь подумать что это происходит а этого на самом деле если если ты видишь что там картина типа и там чеком он так а вот так а вот так но как бы это не очень хорошо это как бы это показатель еще и профессионализма в том плане что ну человек вот он решать задачу подходит ли человек на работу ли не подходит поэтому когда вот ну почему я за это заговорил что когда ты например беседуешь сеньором до каких-то проблемах или чем-то еще считается нормой или считается хорошо поговорить с ним о проблемах которые возникали недавно фактически возникали на работе не о том типа почему там любви квадратные круглые там или еще какая-нибудь хрень там как сложить там из слов там про уже я там слова вечность то есть это все философские философские вопросы но хорошим то нам считается поговорить о предыдущих типа но проблемах то есть потому что чек соискатель обычно задается вопрос почему это спрашивает почему это интересно но почему на этот час времени собеседования типа он просто хочет об этом поговорить тогда выходит что и на квалификации интервью я невысокая он потому что типа он так времени туда если он спрашивает меня о том как типа быстро восстановить 10 серверов потому что они там сломались и как 10 консолей открыть одновременно и в них там параллельный вот делать то что у них типа такая проблема возникала недавно поэтому это очень интересно надо только с опытом так можно прочекать так сказать ну я только хорошую общую канву описал в принципе достаточно такие ну конечно мы говорили об абстрактных вещах потому что это все очень индивидуально субъективно но общие черты того что когда происходит в реальности насколько это не страшно и вполне обучаемо то есть это через практику можно получить такой навык но как бы единственный момент еще последний остался такой самый злободневный особенно может быть последние несколько лет очень много это форсится везде и в айтишном ютубе и в сообществах это вранье в резюме вот но можем говорить не про конкретно вранье когда ты вообще-то без опыта и ставишься пять там лет и так далее но вообще сам процесс там приукрашивание или просто реального желания своим резюме как бы обойти и чарский скрининг и дойти до человека уже с техническим этапом где ты уже покажешь что что ты умеешь вот про всякие жесткие там обманы подмену лиц и прочее конечно речь мы не ведем мы говорим про адекватных людей безусловно но вот какое твое отношение как ты вообще определяешь границы возможного ну будем говорить при украшивания то есть я не хочу называть вранье в резюме как бы враньем потому что это сразу накладывать какой-то негативный след хотя по факту принципе это этим люди все занимаются где-то в чем-то там приукрасить показать с лучшей стороны но без ущерба не себе не компании будущем условно вот какое у тебя мнение и вот эти границы возможного что ты об этом думаешь ну точно все прокрашивают и это нормально когда там ты там например бетубе контакт заключаешь там подачек вообще такого пообещает вообще такого пообещает что потом бетубе можешь объявишь их объяснить и как для бизнес-то бизнес да то есть когда это какой-нибудь компания хочет оказать услуги другой компании и она выкатывает некое коммерческое предложение и указывает так что она себя что она сделает как будет хорошо и как будет прекрасно то есть даже вот в таком вот супер вещи которые там прорабатывать десятками людей там есть моменты которые компания не то что не сделает и не собирается делать то есть это как бы но но что все что-то покрашивает и к этому нормально относится по большей части зависит от объема того что там человек приукрасил и тут наверное важно вот когда ты об этом беспокоишься и думаешь типа блин наверное это плохо там или там наверное меня судят как-то скажет ну плохо так делать или нужно понимать что человек который тебя собеседует я специально говорю там человек который тебя собеседует он скорее всего наемный он то есть он не собственник бизнеса он там ну попал в эту компанию таким же способом как и ты он писал резюме он это резюме приукрашивал он пытался показать себя с лучшей стороны и он попал и в большую вероятность он опыт хорошо помнит какое как это у него происходило я обращаю внимание даже когда я провожу собеседование и там нога мой капилот об этом говорит или там принципе ну принципе какие-то разговоры ведутся она ими люди часто обращаются к своему опыту а как я попадал в эту компанию как у меня это происходило как что я делал и все приукрашивают и когда вот этот но ты пишешь резюме если ты как бы ну хоть немножко вот немножко думаешь хочешь его оптимизировать хоть немножко хоть как-то немножко пишешь его представляя что ты она будет рассматриваться кептом что ты сделаешь его удобным для 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 смотреть это очень важно делать его удобно для рассмотрения вот ты понимаешь что есть некие этапы то есть и сначала есть речь а который не шарит ничего технологиях он не должен шарить его обязанность но он просто смотрит по соответствует соответствие требований в компании по технологиям того что есть в резюме если это речь а средней руки сейчас опять джуни о мидал там сегодня не будем там их сильно гардировать вот но если он типа средней руки он может просто контроль нажать типа если там слова там не знаю там гитлоп сяи нету гитлоп сяи или там ты написал слитно а она у него раздельно и к контроль фне ну типа не возникло пу-пу-пу-пу ты даже если ты крутой ты не попал вот если речь а нормальный он может посмотреть ну то есть он типа сделал бриф с нанимающим менеджером и немножко поговорил с ним о том что типа требуется и он уже типа может по ключевым словам по общему описанию там проектов а общем описание того что делал понять что ты типа ну подходишь не подходишь вот и вот этот вот первый фильтр его нужно пройти то есть для человека который не погружен технологии не технического нужно написать так чтобы он понял что ты подходишь и вот это вот история это вот наверное основная причина по которой люди резюме ну как бы делают таким приукрашивать себя потому что ну нужно для не не специалистов твоей области показать свою себя с большой ну сказ с хорошей точки зрения чтобы ты прошел уже на технический разговор и интервью тоже понимает проблему он должен понимать что типа ну вот эта проблема есть типа ну а обычно ведутся постоянно разговор от Drp сколько калиб vitesse откликнулась сколько оселилась на вот этом этапе сколько на скейнинге цена спокой прочее получилось так далее чтобы постоянно вещ mixture много людей от силоваясь и он понимает что типа человек вот тут просто поработал над этим первым сетом он описал так чтобы реча как бы мог это пропустить дальше нашел чтобы тебе дошел до до человека с которым который понимает но вообще о чем речь когда происходит собеседование техническая с менеджером с командой там ну с кем угодно дальше где вот это резюме и ревьюется и где типа твой будущий начальник там будет будущий менеджер он типа посмотрит и скажет блин как же он тут преувеличил говоря приличным словом да какой он плохой я не сомневаюсь что-то произойдет потому что но повторюсь менеджер сам преувеличил когда он приходил большой вероятностью и все его другие чуваки преувеличивали и он постоянно получает эти резюме даже не это это для тебя событие что тебя собеседует на в компании x а для менеджера это рутинная фигня то есть но он много собеседований там в неделю несколько раз обычно а то и в день несколько раз вот и для него эти собеседования это резюме резюме так есть какой-то опыт у меня из какие-то фильтры по которым я смотрю почему не интересно но по большей части интервью я опять интервью нужно проверить может ли человек выполнять работу ему ну то есть вот этот навык написания резюме он нужен для скрининга реча я же который тебя будет потом тебя спрашивать человека что ты делаешь ему важно может выполнять или нет обычно что написано в резюме это не так важно ну да я кстати еще даже из своего опыта скажу что из последних в последнее время когда собеседование проходил очень часто ты приходишь на техническое после того как тебе с тобой поговорил рекрутер там там вопросы позадавал там даже какие-то типа из чек-листа девопса который надо знать там что такое чмот и прочие вещи в общем ты отвечаешь приходишь на техническое и люди которые находятся на техническом они поверхностно так вскользь посмотрели про резюме но общаются с тобой так словно они у не читали им как бы то есть им по факту важно то что конкретно говоришь ты сейчас это есть где-то я просто к тому что некоторые ну ребята там переживают за то что писать неправду в резюме потому что вдруг вскроется типа я не знаю но например есть места работы которые ты не указал тебя там в трудовой там или где-то они там есть а ты не указал условно скрыл их и просто меньше компании показал в которых ты там работал и это оказался валидный опыт тебя взяли там и сразу возникает страх а вдруг как там посмотрит трудовой скажет обманщик выкинут но никто не посмотрит потому что и чары ты прошел техническое тебе сказали все круто ты на подходишь если даже увидит и придет главное чар скажет смотрите он вам наврал посмотреть на резюме трудовую технически там тем ли это тогда скажет нам нам нужен такой спец все равно что у него написано он крут как бы как бы так происходит ну как бы так и так по бред так не происходит нигде но может быть какой-нибудь в очень супер корпорат газушной компании вот но в нормальных а причем даже это будет показатель что если так вообще в компании происходит в нее идти лучше не стоит вот а поэтому так но и все-таки конкретные вопросы задать тебе если мы скрываем компанию которые то есть скрываем какую-то компанию это проработал пять месяцев и так далее это ок и то никто не проверит я бы сказал что об этом интересно знать то есть с точки зрения интервью и об этом интересно знать точки зрения с искателя то есть цель зависит от того читать значительство но точки зрения interview я maximize что нет я ок Ethio я хочу об этом знать deserved это поговорить особенно если предыдущая была место просто чтобы человек нам об этом рассказал если не красный флаг, то об этом надо поговорить. Точки, если я там заискатель, и я на стороне заискателя, конечно, скрывай, никого об этом не говори, никогда. Вот, то есть, если ты видишь, как бы, ну, вот эти 5 месяцев, 2 месяца, 3 месяца у тебя в резюме, их надо убирать. Если ты там, если у тебя есть пробелы между работами, то есть ты условно ушел с работы там в январе 22-го года, а следующую работу нашел в декабре 23-го, у тебя 2 года свободного, ну, без работы. Это тоже плохо, это тоже убирает. А ок ли, если вот у меня есть этот пробел, но я как бы впишу все равно, что я работал там в компании до определенного момента, что пробела не было, хотя на самом деле я уже год и не работал. Ну, и условно себе накрутить некий опыт, вставить. Это ок? С точки зрения соискателя, это, конечно, ок. То есть, это, типа, это повышает, то есть, основная задача резьба пройти по плане реча. То есть, типа, ты прошел, дальше с тобой поговорят уже о технике. Вот. Это, ну, ну, то есть, это повышает вероятность поэтому это, конечно, ок. Другое дело, что если вдруг интервью будет интересно, что ты там делал, то нужно смотреть на это ответить. Не, ну, ты год работал, ты знаешь все, как делается, ты как спец, в принципе, чувствуешь себя уверенно, но понимаешь, что этот пробел может смутить. И как бы его косметически закрываешь. Но по факту ты ущерб компании не приносишь, ты нормальный спец. То есть... Да, да, да. То есть это с точки зрения соискателя и повышения вероятности прохождения интервью, конечно, ок, так надо делать. Типа, все, что ты смотришь при... Вот, с точки зрения дат, это если компании, в которых человек поработал немного времени, в месяцах измеряемо, это очень плохо. То есть, если идет подряд несколько позиций, в которых человек поработал меньше года, там, 3 месяца, 4, там, 8 месяцев, 9 месяцев, это не очень хорошо. Потому что это означает, что человек у тебя, скорее всего, столько же поработает. А если проект более или менее большой, человек выходит на... Это, кстати, важная история, потому что если проект более или менее большой, человек выходит на перформанс в лучшем случае через полгода. В лучшем случае через полгода он начинает какой-то бенефит приносить. А вообще это полгода-год. Вот. Поэтому если, типа, чувак с последних 4-х местом уходил через 8 месяцев, он, типа, ну, ничего не принес, он не был полезен. Мы в него вкладывались, а возврата инвестиций не было. Вот. Поэтому это, ну, в резюме красный знак. Если у человека есть, ну, пробелы существенные между работами, там, год-два, там, там, полгода даже, на мой вкус, тоже большой пробел, то это тоже для кого-то может быть проблемой. Потому что, типа, либо человек был невостребован, либо он там, не знаю, там, что-то у него было такое, что, ну, вот, ну, в общем-то считается норма, что человек постоянно работает, да, что, типа, он от нормы отходил. Вот. И, с одной стороны, если, там, у человека, там, были близкие люди, там, или он сам болел, там, это, типа, норма. Если он говорит, я, там, короче, перегорел, и я, там, год, там, сидел в Таиланде, там, и, там, развлекался как мог, для кого-то это красный знак. Ну, на самом деле, ты, это норма, ну, взял человек, отдохнул, как бы, в реальном мире. Ну, вот, поэтому приходится уходить на такие изощрения с резюме, чтобы вот этот вот костяк... Причем, вот, момент, когда ты уже техническое проходишь, даже в процессе, если ты скажешь, на самом деле, такая ситуация, я, как бы, вот, у меня был пробел, даже если ты это скажешь, уже не будет так триггерить, как момент в резюме. То есть, в резюме, если уж совесть мучает, скажи это на техническом, скажи это после технического, чтобы люди все-таки знали, и тебе было спокойно. Но сначала надо потерпеть момент с HR. Да, 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 да. То есть, это скрининг, который, ну, происходит, его надо пройти, чтобы просто тебя допустили до разговора с тем, кто будет принимать решение, ну, и с теми, с кем тебе работать. Да, ну, не можно сказать, конечно, не пойму.